А! А, бляха! О, господи, я обосрался! Аргус, это ты! Ты вернулся! Убирайся отсюда! Живо! Ещё хоть раз ты её тронешь, разговор будет другим. Поздравляем, вы нашли последнюю пасхалку! О, последнюю пасхалку! Самое главное, последнюю! И по идее надо просто нажать. Но делать я это буду по-любому не дома, где-нибудь вот здесь. Ну-ка. Где я? Что я? Так, ладно, постепенно, по-чуть-чуть идём. А это что такое? Прошу прощения, пустая диадема спектры. О, опять. Ещё один придёт, возьмёт моё диадему в руки, услышит мой голос, кинет её куда подальше и убежит. Ну давай, я жду. Внимание, внимание! Наконец-то! Поздравляю всех! Первая глава сезона завершена! Вторую можем начинать прямо сейчас! Всем привет, дорогие друзья! Я Луложка, это Игра Бога. Поехали! И снова всем привет, дорогие друзья! Я Луложка! Добро пожаловать в Игру Бога, где мы действительно завершили первую главу сезона! Ах, закончилось всё сумбурно. Новая магия, встреча с бессмертным магом Джодахом, активация защиты замка, лёд, пламя, воздух и многое другое. Но! Самое главное, во время финала первой главы, то есть в конце предыдущей серии, Люциус всё же решил рассказать волшебнику Бастину, что говорящий попугай умер по его вине. На этом конец, и нам предложили тут же выбрать главу под номером 2. Заключённый. Готовы продолжить? Да? Нет? Вроде бы я могу согласиться, но если я нажму на да, то все пасхалки сгорят. Первая, вторая, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Найдено пасхалок, 8 из 12. И, внимание, внимание, я по-любому не найду эти 4 пасхалки. 100%! Так бы я сказал, если бы не сделал кое-что до серии. Я поговорил со сценаристами и попросил у них подсказку. Внимание, перед вами все 4 пасхалки, а если точнее, то местонахождение этих пасхалок. Дом Бастиана, замок Люциуса, старая лаборатория Аргуса и подвал. Вот такую, вроде бы даже весомую подсказку мне дали. А теперь спать, ненужное убирать, и на список подглядывать. Самое первое, дом Бастиана. Телепортируемся. Эй, Бастиан, привет, дружище! Погоди, а где Бастиан? Э, его даже здесь нет. Странно. Сейчас самое тяжелое понять, где же на... Что? Бастиан, какого черта? Тебя только что не было! Э, ладно, поговорить все равно нельзя. Итак, первая пасхалка. Какая же она может быть? Мне написали, чтобы я попробовал поговорить с каждым животным. Вроде бы я это уже делал, но тем не менее... Привет, привет, здравствуй! Э, э, о, и, б, и... Эх, увы, но это не пасхалка. Идем дальше. Вы также предлагали обыскать все бочки и сундуки в этом доме. Окей. Кнопочка какая-то. Ничего не происходит. Эх, опять 25. Это тоже не пасхалка. Тут я проверил, тут я проверил. Ничего не валяется. Следующее. Помешай Бастину варить зелье. Он уже не варит зелье, но у меня все равно идея. Что, если воспользоваться этим тит... Что? Лалашка. Да, здравствуй, Бастин. Ты зачем испортил мои пельмени? Ха-ха-ха-ха. Что? Ха-ха. Какого? Я варил их 7 часов по рецепту моей мамы. Не, а теперь все заново. Ну и любишь же это все испортить. Прости, Бастин. Я кинул в пельмени серу. Ха-ха-ха. Это круто. Пасхальная система пасхалок. Поздравляем, вы нашли пасхалку. Загляните в журнал, для того, чтобы узнать о ней поподробнее. Оу, е, бэби. Девятая пасхалка. Методы против одиночества. Какое-то время Бастин был так одинок, что ему было не с кем поговорить. Его окружали лишь животные. И тогда он изобрел заклинание, наделяющее любого зверя голосом, чтобы заполнить пустоту в душе хоть чем-то. Ё-моё, как это грустно звучит. То есть, вроде бы, да, животные, вроде бы, круто. Поговорить можно. Но все это из-за того, что изначально Бастину было одиноко. Не волнуйся, Бастин, у тебя есть я. Я сам приду, когда надо. И поздравляю, из этого списка вычеркиваем первое, дом Бастина. Идем ко второму, замок Люциуса. Телепортируемся. Четыре варианта пасхалок. Так, первое, поломать зачарованный пепел. А? 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 Ничего не происходит. Поставим обратно. Когда-то давным-давно мы использовали заклинание Сарасай Кудасай, которое позволило, не знаю, истощить Воланда. Что-то типа этого. Сейчас я попробую написать то же самое, потому что заклинание-то никуда не делось. На! О, Господи, у меня же зависло. Что? Опя... Да ладно! Это реально сработало! Пасхальная система пасхалок. Поздравляем! Так, погоди, Волант. А ты очнешься? Эй, Волант! Эээ... Люцус? Ты... Ты этого не видел. Из списка вычеркиваем первое и второе. Еще в самом начале Аргус занимался магией вместе с Бастионом. Но после происшествия с Катриной стал искать способ спасти ее. И стал мастером на все руки. Изучил демонов, старинные артефакты и многое другое. Из-за знаний в разных сферах он может очень помочь в дальнейшем. Мммм... Хорошая, хорошая идея. Даже не то чтобы идея, а подсказка. Итак, третья по списку. Старая лаборатория Аргуса. Но! Внимание, сначала мы телепортируемся домой. И уже целых две серии подряд. Внимание, у меня 53 уровень. Надо бы потратить. А потрачу я по-любому на свою кирку. У нее до сих пор нету даже удачи. Здрасте, Лазурит. О, нет, это конец. Минимальный уровень 30. Я столько книг потратил, ну вы че, серьезно? Плакать хочется. Мы же можем скрафтить эту удачу. Нам понадобится это, 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 это. И все это у меня есть. Нам нужны только нижние ресурсы. Ареал, душа, кровь и опыт. Ареал у меня давным-давно валяется. О, кстати! Пасхальный меч. Содержит неизвестные свойства. Мы же до сих пор не знаем зачем он нужен. При всем при этом он никак не используется. Даже моба не ударить. Эх, ладно, в любом случае. Ареаловая бутылка сюда. Наливаем, молодцы. Опыт у меня уже есть. Нам нужна душа и кровь. По сути, кровь знаете как можно добыть? Очень просто. Я не знаю, сработает или нет, но... Так, и проверка. Да ладно! Это реально работает! Ждать придется долго. Примерно одну минуту. Поэтому раз, два, три. И давай... Наконец-то! Удача три. Ах, благо у меня 29 уровней осталось. Привет, наковальня. И да, наконец-то! Эффективность пять и удача три. При помощи магии Люциуса выпало бы три лазурита. А сейчас выпадает... Ну-ка! Девять. Вот это я понимаю. За одну залежь 55. Вау! Телепортируемся домой. Идем спать. И по списку пасхалок бежать. Первое пройдено, второе пройдено. Третье. Старая лаборатория Аргуса. Эх, старая лаборатория Аргуса. Где у тебя пасхалки? Я вообще не понимаю. Серьезно, у меня нету ни одной идеи. Хорошо, спускаемся вниз и пытаемся найти что-то здесь. Ну я вообще не понимаю, серьезно. Ну... А, погоди, стоп! А это что? Ээээ... Какая-то непонятная штука. Лампочка самая обычная. Постамент. Ооо, может быть сюда надо что-то положить? Например, лазурит. Нет, не работает. Тигель. О, попробуем кинуть что-нибудь. тоже ничего ритуальные руны погоди а может быть надо завершить например бам а нет стоп а я совсем забыл про эти рычаги я не помню как проходится эта загадка но по-моему нужно сделать вот так вот и вот так вот а да ладно а бляха муха ты что-то делаешь чего хозяйничаешь моем доме не учили что не нужно тыкать туда куда не просили убирайся пока я тебя сам не убрал да ладно пасхальная система пасхалок поздравляем вы нашли пасхалку наверное за всю историю это была одна из самых простых пасхалок открыта новая пасхалка загадка человечества полубоги созданы ли управление всеми измерениями кроме основного однако путешественники рассказывали что в некоторых мирах жители даже не слышали о полубогах если они там вообще до сих пор неизвестно ничего себе то есть в некоторых измерениях даже полубогов нет у меня две догадки первое на самом деле полубоги есть но они действительно просто не слышали и вторая мысль полубогов просто не хватает на все измерения именно поэтому некоторые измерения остаются без присмотра телепортируемся домой смотрим на список первое второе третье пройдено остается последняя двенадцатая пасхалка и она находится в подвале но подождите прежде чем туда идти надо по-любому собрать серу она давным-давно выросла эх вот бы поставить какой то автоломатель который будет автоматически собирать одну серу собирать 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 складывать в сундук и в итоге накопиться дофига найден некий дробитель оооо что это за ой 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 не 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 спасибо пожалуй пока что я спать не волнуйтесь я помню про данный список, нам нужно в подвал, но перед этим я потрачу всю серу и добуду кучу железа. Работа! Выполнено 132 железа. Соединяем и 14 блоков получаем. Народ, по-моему это третий уровень маяка. Но я могу ошибаться. Я ошибся. Сколько нам надо? Раз, два, три, четыре, пять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Четырнадцать блоков умножаем на девять, итого сто двадцать шесть слитков. Нам нужно сто двадцать шесть слитков. У меня сейчас шесть. И еще тридцать четыре в сундуке! Вау! Да это же целых четыре блока! Остается десять. Раз, два, три, четыре. Пора вернуться к списку. И дальше по счету у нас идет подвал. Телепортируемся. Так, и что же нужно сделать? Может быть книги потрогать? Давайте перенесем, может быть что-нибудь активируется? Нет, нет, и еще раз нет. Незеритовая огненная чаша. О, я понял! Надо поджечь! Ну-ка! А, блин, у меня сера кончилась! Но у меня есть огниво, поехали! Так, давай, давай. Я помню то, что он говорил зажигай магией, поэтому попробуем зажечь магией. Давайте. Ставим. Жезл ученика забираем. Пуляем. А, нет, то есть реально зажигалкой надо. Тем не менее, ничего не происходит. О, кубок! Может быть его надо взять и что-то из него выпить? Увы, тоже нет. Тогда стой обратно. Сундучело. О, я-ягода! Та самая я-ягода, которая активирует другую пасхалку, но мы это уже сделали. Короче, надо искать. А! А, бляха! О, господи, я обосрался! Аргус, это ты! Ты вернулся! Ла-ла-лашка, ты совсем спятил? Убирайся отсюда! Живо! Вон, я сказал! Еще хоть раз ты ее тронешь. Разговор будет другим. А-а-а-а, я понял. Кор-он только что подтвердил, что там действительно Катрин. Еще хоть раз ты ее тронешь. Да, то есть получается, все мои догадки о том, что там была Катрин, они оправдались. Я, конечно, все равно был уверен, что она именно там, но тем не менее он все подтвердил. Но, погоди, а куда ты пропал? Аргус, ты же был в библиотеке! А-а-а-ха-ха! То есть, ага, во как. Временные рамки здесь немножко не придерживаются, то есть он вроде бы телепортировался и обратно в библиотеку. Поздравляем! Вы нашли последнюю пасхалку! О! Последнюю пасхалку! Самое главное, последнюю! Загляните в журнал, для того, чтобы узнать о ней поподробнее. А это значит, что пришло время открыть секретное событие. В этом вам поможет особый предмет, который вы уже успели заполучить. Я понял! Я понял! Это тот самый пасхальный меч! Используйте его по назначению. А, понял, все. Да, это пасхальный меч. Но перед этим прочитаем последнюю, двенадцатую пасхалку. Таинственное исчезновение. Раса демонов бесследно исчезла. И никому не удавалось выяснить, куда же. Никто не находил ни трупа демонов, ни следы битвы. Они будто просто испарились. Кто знает, может быть в будущем вам удастся узнать, что же стало тому причиной. О, как же я обожаю, когда так пишут. Может в будущем вам удастся узнать. Мы прекрасно помним то, что раса демонов, из которой сам воланд, исчезла бесследно. И да, из всей расы остался лишь один воланд. Надеюсь, во второй главе это раскроется. Мы можем прямо сейчас уже нажать «Да». Но погоди-ка, телепортируемся домой. В сундуке у меня тот самый пасхальный меч. Забираем. И по идее надо просто нажать. Но делать я это буду по-любому не дома, где-нибудь вот здесь. Ну-ка. Бляха, муха, я испугался. Где я? Что я? А, что это за место? Какая-то пещера. Так, ладно, постепенно, по чуть-чуть идем. Там что-то светится. Так, тут какие-то кирпичи. Вау! Какая красивая пещера! А это что такое? Прошу прощения, пустая диадема спектры. А, опять. Еще один придет, возьмет мою диадему в руки, услышит мой голос, кинет ее куда подальше и убежит. Ну давай, я жду. А? Кто ты? Ммм? Ты даже заговорил? Что ж, эээ, меня зовут Спектра. Спектра Вайт. Стоп! Стоп! Вайт! Я сейчас могу ошибаться, но когда мы только познакомились с Бастином, он назвал свое полное имя. И по-моему там было либо Вайт, либо Уайт. Вайт или Уайт. Бастин Гай Уайт. Да, по-моему он так сказал. Окей, тогда это просто похоже. Спектра Вайт. Кто ты? До всего этого я была великой колдунью, изучала магические свойства цвета. Я первая поняла, что каждый цвет имеет свою магическую особенность и положила начало целой отрасли магии. Эх, да, но все это в прошлом. Эх, сейчас я здесь. Что произошло? Эх, я сама толком не поняла, если честно. Помню лишь, что сидела здесь, а потом пришел он и заточил меня в мою же диадему. И с тех пор я не видела ни одного луча солнца. И видимо уже никогда не увижу. Кто он? Ха, смешной. Думаешь, я успела имя спросить? Я лишь помню его мрачный, как бездна силуэт и угольно-черные волосы. А, ребят, я ни на кого не намекаю, но посмотрите сейчас внимательно на вот этот скин. Вот это описание, по-моему, идеально подходит. Варнер из сезона новое поколение. Неужели речь о нем? В любом случае, у меня два выбора. Я могу чем-нибудь помочь или мне очень жаль, но я не знаю, как тебе помочь. Давайте выберем первое. А? Помочь? Ха, я уже ни во что не верю, парень. Да и что ты вообще можешь сделать? Хотя... Ты, возможно, моя последняя надежда. Кто знает, когда в следующий раз кто-то захочет заглянуть в холодную пещеру. И раз уж ты здесь, давай попробуем, что ли? Мне нечего терять. Нужно вернуть мне магию. Она освободит мою душу из этой диадемы. Хм, наверное, она осталась здесь, в этой пещере. Попробуй найти что-то цветное. Цветное! Вау, блин, это очень крутое завершение всех 12 пасхалок. Это же полноценный пасхальный сюжет. Так, погоди. Цветное... Вот это? Допустим, вот это. Я нашел, и что? Съедаем... Ничего. Вот, цветное! Руда самоцветов спектра. Ну-ка. Да-да-да-да! Ааа! Ты что делаешь? Меня будто током ударило. Но... Погоди. Вместе с этим, мне кажется, возвращаются силы. Ааа! Что ты сделал? Я просто разбил какую-то разноцветную руду. А? Руду? То есть, мое великое волшебство красок превратилось в обыкновенную руду? Ааа... А что произошло, когда ты разбил ее? Раскололось на маленькие цветные кристаллы. Хм... Значит, нужны кристаллы. Сделай вот что. Раз уж ты сам вызвался помочь, в спектре магии, который я использую, 21 цвет. Даже не буду их свою особенность. Собери по одному кристаллу каждого цвета вместе. Тогда они должны соединиться, и моя магия вернется. Надеюсь, ты и правда хочешь помочь мне. И не сбежишь, как все. О! Новое задание! Палитра! Вау! Соберите по одному кристаллу каждого цвета. Я как бы не против, но тут проблема. Мне надо полностью почистить инвентарь. Давайте поставим здесь вейпоинт. Назову его палитра. Сохранить. Домой. Убираем все ненужное. ТП обратно. И у меня более-менее чистый инвентарь. Пустая диадема спектры. Чего-то явно не хватает. Так, хорошо. Мы уже поняли, чего не хватает. Надо собрать все самоцветы. Даже париться особо не буду. Просто ломаем всю руду. О! Задание выполнено. Палитра. Хорошо. Теперь вставь кристаллы в диадему. Там на каждой стороне есть дырочки. Не ошибешься. А? Прямо вот так вот? Я должен реально вот так постепенно вставлять? Или погоди, как это работает? А! Надо было просто нажать по диадеме. А! Получается! Неужели? Кинь меня! Куда кинуть? Ой, то есть диадему! На землю, чтобы я могла освободиться! Кидаю! What the fuck? Это что такое? Я? Я свободна? После стольких лет! Ты нага! Короче, это 100% взаимосвязано с новым поколением. Ну, типа, я уже точно понимаю, потому что в новом поколении в том сезоне были наги. Наги-сирены. Не могу поверить! Ты и правда спас меня! Я даже имени твоего не знаю. Как тебя зовут? А, так, меня зовут Лололошка. Лололошка! И как же я могу тебя отблагодарить? Ммм... Знаешь, эту диадему я сделала сама. Долго, упорно, учитывая каждую деталь. И... Я готова отдать её тебе. Если наденешь её, тебе станет подвластна магия цвета. Ты спас мне жизнь, поэтому она твоя. Вау! Как я уже говорила, каждый цвет имеет свою особенность и свою силу. Эх, думаю, ты разберёшься. Не могу больше с тобой болтать. Мне пора. Я уже так давно не видела ничего, кроме сизого металла диадемы. Как же я хочу снова взглянуть на голубые небеса. Насладиться салатовой зеленью. Что ты так смотришь? А, ну конечно. Ты не понимаешь меня. Никто не поймёт того, что я чувствовала. Целыми днями сидела в запертей в собственной диадеме. Всё. Удачи в познании волшебства цвета. Увидимся! О! Болин! Это круто! Это реально круто. Мы получили некую завершённую диадему спектры. Слот голова дарует носителю истинное понимание цветового спектра. Так. Допустим, я сейчас вот так вот надеваю и... что? По крайней мере, её не видно на самом игроке. Но как она работает, тоже пока что непонятно. Может быть, надо самоцвет использовать? В общем, я покликал, потыкал, понажимал, ничего не происходит и в итоге решил спросить, а что же мне делать? Сценаристы сказали, что мне её нужно кому-то показать. Окей, допустим, Люциус, привет. Смотри, какая диадема красивая. Ничего. Телепортируемся к Бастину. Привет. Что? Реально? Ла-ла-лашка? Это ещё что? Похоже на украшение. Рассказать всю историю. Спектра. Эээ... кажется, я когда-то читал о ней, но это было так давно. Я помню, она открыла новое магическое направление. Волшебство цвета. А это интересно. Ты ведь будешь не против, если я возьму её на пару экспериментов? Никогда лично не сталкивался с такой магией. Она не принадлежит ни одной из школ. Думаю, тебе и самому хочется узнать, как она работает. Я постараюсь вспомнить всё, что знаю. Переходи, когда я закончу, хорошо? А! Нет! Моя диадема! Ха-ха, блин. Ладно, в любом случае, нам, видимо, нужно подождать. Нажимать по Бастину больше не могу. И, по всей видимости, я могу начинать вторую главу. Заключённый. Или всё-таки нужно делать это после диадемы. Пока что непонятно. Давайте так, мы дождёмся Бастина, придём за диадемой и потом запустим вторую главу. А на этом будем постепенно заканчивать. От всей этой серии у меня мурашки по коже. Какая же она крутая. Именно поэтому я начну с того, что обычно не сразу прошу. Ребят, пожалуйста, нажмите на лайк. Я вас умоляю. Мне правда очень сильно нравится эта серия и я хочу, чтобы она набрала ну, значительное количество лайков. Больше, чем на предыдущих сериях. Сильно на вас надеюсь. И, конечно же, если вам нравится этот сезон, если вам нравится следить за монтажом, за сборкой, за сюжетом, за моей подачей, в конце концов, то, пожалуйста, не поленитесь. Подпишитесь. Как минимум, это сильно мотивирует тратить на сезон ещё больше денег. Большущее спасибо, если не пропустили мимо ушей. И огромное спасибо за ваши оценки. А если вы здесь впервые, то можете ещё и позвать друзей. А с вами был Лолошка и Цветовая Палитра. Всем удачи. Всем пока. Пока-пока-пока. ПО-КА.